Вот вся семья в сборе у нас, хозяев. Тиша, Луся. Класс. Все вместе. Мы понимали, что если ты ошибёшься, то всё. Быть успешным и счастливым — цель каждого, наверное. Наверное, находить подход каждому человеку, каждому гостю. То есть прямо точно знаю, что ему нужно. Покупать билеты, собирать вещи, брать чемоданы. Потому что тут всё есть. Природа, море. Меньше года мы построили вот это целое здание. Всем привет. Ну что, друзья, мы снова в Абхазии. В этот раз осенью мы приехали сюда, в прекрасный посёлок Лдза. Здесь, кстати, мы оставались на горе. Чуть хочу вам расскажу. Сегодня мы приехали к нашим друзьям, в новый их дом. И уже не терпится посмотреть и встретиться с ребятами. Ну что, вы с нами? Привет, Илона! Я очень рада, что вы пришли к нам в гости. Давайте. Супер, ну что мы рады. Показывай. Давайте, я очень буду рада всё вам показать. Ну что, показывай? Да, смотрите. Шикарно. И вы это всё за год сделали? Я за вами наблюдала целый год за вашими видео, танцами. Думаю, всё, вас надо позвать. Я очень хочу вам показать свой новый дом и удивить вас. Супер, супер. Мы очень рады, что у нас получилось приехать к вам. Вот мы очень рады. Благодарим вас за ваше представимство. Ну что, давай расскажи нам и нашим зрителям вообще о своём доме, о том, что вас вдохновило на постройку. Но это чуть позже мы обсудим. Давайте посмотрим. Вот прям мы ещё не были внутри номеров, нам прям очень интересно. Но давай начнём со двора. Что у вас здесь есть тут? Да, особенного. Парковка, кстати, у вас есть? Да, конечно, парковка прям за калиткой сразу же, на 5-7 машин, да, прям рядом с комнатой, всё нормально. Что на всех хватит? Да, конечно. Отлично. Я смотрю, у вас камеры, да? Да, камеры для наблюдения. Это, кстати, очень хорошо, да, многие прям хотят, чтобы стояли камеры. Смотрю, у вас есть детский здесь батут, прямо на входе можно попрыгать. Да, для детей, для развлечений. У нас есть зона барбекю, то есть шашлыки, посиделки на улице, кто не хочет сидеть внутри. То есть всё для удобства и отдыха. Давай покажешь нам зону барбекю, ну и побежим скорее уже в комнаты. Давай. Столики стоят на улице, шашлык спокойно на природе. То есть ты вот вокруг получается всё зелёное, тихое, никто возле твоего шашлыка не проезжает, никто не дышит на него. Самое главное. Отлично. Кстати, первым делом, на что я обратила внимание, это на вид. Ну что, мангал есть для тех, кто любит отдых, да, на улице с шашлыками, может быть, овощи, кто вегетарианцы и так далее. В общем, это есть. И это очень хорошо. Ну что, Люся, показывай номер. Давайте. Начнём с первого. У нас восемь номеров, на первом этаже находятся три номера, то есть они предусмотрены вот в проходе для двух-трёх человек. Мы попытались сделать всё, чтобы было красиво, ты можешь испытать все эмоции, попробовать, попрыгать. Отлично. Ну что, давайте смотреть. Сюда поместятся в этот номер три человека. Можно, кстати, вдвоём, да? Да. Ну что, смотрим. Проверяем. Самое главное – это удобный, хороший матрас. Ну что, очень мягонько так. Приятненько. Хорошо. И знаете, что самое главное? Самое главное – чистые, свежие, новые. И всё, я как вижу, вы подобрали прям в цвет, да? Да, всё совершенно новое. Совершенно новое. Всё в цвет. Смотрите, ребята постарались. Шторы, я заметила, пледники, постельные, обои, всё-всё-всё в цвет. Матрасы очень мягкие. Попробуем на этой постельке. Классные, супер, очень удобно, прям огонь. Мы оценили. Ну, ребята, мы молодцы. В номере душ-туалет. Давай посмотрим. Кондиционер, да, конечно. Что есть внутри номера? Это шкаф. Всё, что вы взяли с собой, можно поместить сюда. Большое зеркало, чтобы вы себя. Большое зеркало, да, я, кстати, обратила внимание. Можно на себя посмотреть. Уборная комната. Всё необходимое. Внутри чистенько, красивенько, свежо. Сделали, ребята, постарались. Фен есть. Смотрите, как удобненько на стене. То есть, брать с собой фен вам не нужно. Всё уже есть. Полотенце, фен, всё для вас. Ну, и как же в жару, летом без него? Наш лучший друг, спасатель, это кондиционер. У вас везде же стоит? Да, конечно, в каждом холодном. И в кухне, и в комнате. Да, везде тепло, холод. Всё, всё, что нужно. Это хорошо. Мне бросилось в глаза прям первым делом. Когда мы сюда зашли, это окна. Посмотрите, какие окна. Они в пол, панорамные. Это круто. Больше света в комнату поступает. Прям понравилось. Прям хорошая задумка, да? Не маленькие окошечки, а прямо в пол. Красота. Хотела ещё спросить, как у вас здесь с Wi-Fi? Всё ли хорошо везде, или во всех ваших номерах? Да, во всех номерах у нас есть Wi-Fi. Он смотрен. Он самое, наверное, необходимое на отдыхе. Да-да-да. Симки мы, кстати, тоже не брали, потому что знали, что у вас, в принципе, всё хорошо. Да, без него никак. Всё, супер. Wi-Fi есть. А где, кстати, стирать, гладить? Всё у нас есть. Да, конечно, гладильная доска на каждом этаже отдельная, стиралка общая на первом этаже. То есть все удобства для отдыха у нас есть. Да, кстати, я видела где-то здесь гладилка. Давайте посмотрим. Так, вот здесь, да, сама гладилка, и на втором этаже тоже есть. Да, отдельно у каждого этажа. Всё, супер. Это есть. Я ещё знаю, что, кстати, мы когда ехали сюда, видели, что тут есть магазины, прямо рядом, вот тут вот за углом, поэтому это очень удобно. То есть если что-то захотелось купить или, да, приготовить, то всё можно, да? Да, 2 минуты буквально, ты уже в магазине, сразу 2 напротив друг к другу, через минуту ещё столовая, то есть всё прям... Столовая есть, да? Да, всё, только нужно отдыхать. Я вам покажу второй этаж. Ну что, пойдёмте на второй этаж, там, кстати, номера побольше, кто приедет, да, в большой компанию. С красивым видом. Это всё для вас. Понимаешь, что здесь открывается такая панорама. Тут, кстати, место такое более спокойное, более такое тихое. Птички поют, да, прекрасно. Всё для отдыха. То есть на втором этаже у нас 5 комнат, 4 из них имеют стол со стульями, то есть открытый балкон, где ты можешь спокойно сидеть и пить вино и наслаждаться просто отдыхом. Давайте я вам покажу одну комнату, которая получается у нас из тех, кто имеет кухню внутри. То есть это касается вот кто с маленькими детьми, кто предпочитает кушать, не выходя. Опа, смотрите, есть комната с кухней. Это интересно. То есть мы проходим по кухне, то есть тут всё та же же, кондиционер, пен, полотенце. И вот наша уютная маленькая кухня. Такая комната-студия, да, получается? Всё, супер. Я смотрю, у вас везде прям такой стиль, да, везде. Да, мы старались. Классно, такое прям серебро. Так, ну что, тут есть газ, да, у вас? Да, на газу всё плита, холодильник есть, чайник есть. Посуда, вся техника. Всё, посуда есть. Всё, посуда есть. О, сколько тарелок. Самый красивый, кстати, выбранный были. Всё, это у нас есть. Супер, супер, супер. Но здесь те же мягонькие матрасики, где вы можете отдохнуть. Всё, санузел всё так же, всё новенькое, чистенькое, прям вот пахнет навьём всё. Вообще, сразу чувствуется, всё сделано с душой. Круто. Я хочу посмотреть ещё комнаты. Сколько, Люси, можешь показать? Давай, пройдём дальше. Учти, показывай. Пойдёмте. Милые столики здесь. Так, если нужно подзарядиться, розеточка, да, я смотрю. Всё, гладильное, как и обещали, на втором тоже есть. Что, смотрим дальше. Попой, есть балкон свой. Проходи, проверяй. Всё, на втором этаже. Всё, кровати, всё так же красиво. Да, шкаф, уборная. Всё есть, прекрасно. Всё чистенько, классненько. В общем, можно приезжать с полной семьёй. Четыре человека. Двое будут спать у нас здесь. Один сюда. И, кстати, вот диванчик, который прямо сбоку, да, от нас тоже, он раскрывается. В общем, четыре человека сюда помещаются. Красота. Я думаю, что мы ещё один посмотрим номер, да, с вами. Очень всё красиво. Самое главное, это вот новенькое всё, свеженькое. Так приятно. Запах тут ещё пахнет прям новым всем. Круто. Пойдёмте. Всё, давай я тебе покажу следующий номер. Номера у нас практически все одинаковые, но отличие этого номера, он самый большой из всех. Да. То есть сюда помещается, диванчик раскрывается также, то есть четыре плюс ещё один, то есть пять мест тут спокойно помещается. Эта комната достаточно большая, пять на пять. Она предусмотрена, получается, для большой семьи. Всё, ну такая просторненькая достаточно. Ну и всё красиво, всё. Тут, кстати, вид такой прикольный. Из окна тоже на балкончике. Так уютненько, уютненько. Шкаф для всех. Уборная. Все матрасы, я вижу, новенькие, все одинаковые. Постельная новенькая, всё, в общем, классное. Немножко кровати, да, отличается по своему дизайну. Вот, а так всё круто. Ребята постарались. Они делали прямо как для себя. Кстати, обои тоже отличаются немного. Круто. А скажи, далеко ли тут остановка? Нет, пять минут примерно занимает, да. То есть кто без машины, в принципе, можно, да, приехать и на остановку? Спокойно, совершенно спокойно. Может доехать на чём угодно. И на машине, и на автобусе, и на маршрутке. А трансфер у вас? Да, есть люди, которые заказывают трансфер. Есть водитель, который едет, собирает и привозит прямо до дома. Ну, то есть спокойно можно вообще не париться, к вам обратиться. Вы довезёте, увезёте куда-нибудь, да? То есть на улице вы не останетесь в любом случае. Ну да, я знаю. Кстати, вот экскурсии классные. Здесь рядом есть Пицунда. Мы любим очень вот эту сосновую рощу, ходишь, там такие сосны пицунские красивые. И пляж тоже Лдза, да, мы очень любим, что тут очень чистая вода. Мы в наших обзорах показывали, что тут вообще просто один из лучших пляжей, самая чистая вода вообще на южном побережье. Чёрного моря, вот Сунду за это и любят, за эту чистую воду кристальную. Очень любим гулять по сосновым рощам. Это вот всё, что вот в пешей доступности. А вот, кстати, от дома, вот сколько до пляжа? Да, именно вот, наверное, не совсем это, но также это послужило выбором построить именно тут нашу гостиницу, потому что рядом с нами находятся три ближайших пляжа. Это сосновый пляж, там, где сосны, там шикарный просто воздух. Самый ближайший пляж, который занимает 5-7 минут, там галька, там тихо, там нет волн. И самый, получается, чуть дальше, это от 15 минут, может, чуть больше, песчаный пляж, то есть там, где песок. То есть самое чистое море, получается, мы выбрали этот район, потому что на всех из этих указанных берегов самое чистое море. Да, да, это мы знаем, поэтому, кстати, мы сюда и приехали. Тут, кстати, не только море чистое, тут ещё заповедник. Заповедник, вот, Пицунда-Месерский, да, то есть и Пицунда-Заповедник, и Месеры-Заповедник. Это вообще просто божественно. Мы прямо сейчас можем слышать, да, вот пение птиц, вот в лесах, да, то есть тут вокруг лес, я вижу, и тут лес, и там лес, природа. Да, то есть везде природа. То есть это для нас, пожалуй, самое главное, да, почему мы сюда и приехали. Это вот эти заповедники, это природа, эти птицы, вот эта красота. И ещё тут тихо, да, то есть тут редко поезжают машины, да. Прямо правильно ты заметила, тут вообще самое лучшее место, наверное, чтобы вот просто отдыхать и наслаждаться. Я знаю, тут ещё классный пляж, мы туда ходили, когда были последний раз, это Шлыпра. Да. Мы туда даже не пешком, но это для подготовленных, а туда можно вообще доплыть на лодке. То есть тут тоже недалеко, это называют вообще такой, как райский остров Абхазии, то есть тут просто в доступности. Это очень здорово, то есть лучшие пляжи чистые, Шлыпра, Питсунда обязательно гуляем для своего здоровья, для своего настроения. И Ритса. Можно, кстати, в Гагры, тут недалеко, да. В общем, с этого места можно добраться в все самые лучшие места Абхазии, это здорово. Ну всё, тогда я жду вас на кухне, я вам её ещё не показала, это самое главное. Присоединяйтесь. Хорошо. Мне, кстати, очень нравится, особенно вот, когда на втором или третьем этаже будем гостевых, чтобы вот утром выйти и попить чай, просто на балкончике, послушать пение птиц. Почему мы выбрали этих ребят, почему мы выбираем всегда, когда приезжаем, их гостевые дома, это их доброжелательность и забота. Это те люди, которые нас ждали. Я говорю, Виктор, мы едем, потому что нас ждут, нас ждут в другой стране. То есть нас спросили, где мы, когда мы будем, сколько нам ещё ехать, прошли ли мы границу и так далее. То есть нас ждали, сказали, подготовили всё для вас, номера, всё необходимое. В общем, такая забота, это, конечно, многого стоит. Когда ты, знаешь, ты спокоен, особенно вот кто едет первый раз и может беспокоиться, других там не встретит, да, что их ждёт и так далее, то тут можно не беспокоиться. То есть тебя встретят, тебя беспокоятся, тебя спросят, где ты, как ты, что ты и так далее. То есть в этом плане, конечно, ребята молодцы. Нам они очень откликнулись. Ну, ещё ставлю вот одну звезду дополнительную ребятам за их беступринство. И, кстати, они делают приятные сюрпризы для своих гостей. Это показывает, что они действительно любят, ждут вот каждого. Каждого. И это самое главное. Пойдёмте смотреть кухню. У нас уже хозяйка. Люся ждёт, поэтому пойдёмте. Я хочу задать ей несколько вопросов, вот, особенно, которые часто спрашивают подписчики, те, кто хотят посетить Абхазию. Я думаю, что она сама нам обо всём расскажет. Что, пойдёмте в кухоньку. Давайте смотреть кухню. Люся, да, нас пригласила. Давайте посмотрим. Ну, тут всё стандартный набор. Это плита для готовки. Да, здесь у них газ. Раковина. Посуда. То есть тут всё есть. Стаканчики, кружечки. Я думаю, не против, не всё будет. Мы пооткрываем всё. Ага. Вот посуда. Тоже всё в тон, в цвет. Классно. Здорово. В общем, всё есть. Столики. Всё для гостей. Плазма, телевизор, холодильники. То есть всё, всё, что нужно для отдыха. Ну что, мы пообщаемся с хозяйкой этого гостевого дома. Зададим ей вопросы. Попьём кофе заодно. Что тебе дать? Смотрите, она видео снимает. Помаши ручкой. Благодарю тебя за тёплый приём. Я как раз подготовила для тебя несколько вопросов. Нам прям очень интересно. Прям буду рада, если ответишь на них. Ну и первый, конечно же, я знаю, что этот дом был построен в короткое время. То есть это вся гостиница, да, гостевой дом. Это было для вас невероятно. Расскажи немножко об этом. И также расскажи, что вдохновило вас построить вот этот дом, гостевой дом Вита. Вдохновил наш, конечно же, переезд и развитие, что мы не хотели останавливаться, так как у нас уже был один гостевой дом на горе. И мы хотели попробовать внизу, возле моря. Ну и искали, купили землю. И буквально через год мы начали стройку. И через месяц мы узнали, что я беременна. То есть два больших события у нас было за этот год. Представляете, Люся была беременна, да, и строили такой дом. Ну это вообще просто. Родила. И получается, ты когда родила, и уже вы гостей принимали вот этот период. Да, я родила, и буквально через неделю у меня уже были первые гости. То есть я ходила с ребенком прям, заселяла людей, разговаривала. Да, все это было очень круто. То есть прям очень хорошо. Ну вы прям герои. Скажи, а вы с нуля прям строили этот дом? То есть мы прям фундамент закладывали прям вот с нуля? Да, год назад тут вообще ничего не было. Я в телефоне специально сохраняла заметки, чтобы показывать, как тут просто были деревья, как их срубили, как начали строить. То есть от фундамента до полной крыши мы прям делали с нуля. То есть все чертили, писали, искали, чтобы было красиво, удобно. То есть все делали прям с нуля, да. Молодцы. Ну прям супер. Вкусный кофе. Благодарю. Благодарю. Слушай, а скажи, почему именно вот это место вы выбрали? Почему именно оно? Это долгая история. Мы вообще искали, конечно, сперва хотели на первой линии, чтобы прям было и как бы и горы, и прям сразу же море. Но так как мы планировали сами жить и хотели жить как бы в спокойствии, получается, но и в то же время с природой, но и в то же время рядом с морем, мы выбирали, выбирали. И вот мы выбрали это место, потому что три пляжа сразу рядом, то есть в доступности сразу же магазин, то есть спокойно зимой, летом идешь, покупаешь, природа также вокруг тебя, то есть все зеленое, деревья, тишина, это самое главное, наверное, когда ты находишься возле моря, чтобы не было никакого шума, то это вот прям мы угадали, потому что мы спокойно живем с нашей семьей, я прям очень довольна этим местом, потому что тихо, никакого шума дискотек тут нету, то есть есть столовая, которая находится три минуты, но шума никакого от него у нас нет, поэтому мы выбрали это место. Ну да, здорово. Мы в прошлый раз, когда были у вас, брали как раз вот эти варенья, компоты, вот самые вкусные, кстати, первым делом, когда я приехала, я думаю, мы возьмем прям мандариновый сок, мы возьмем эти компоты, в общем, потому что это вот самое натуральное. Я люблю вот компоты, вот которые, знаешь, в трехлитровых банках, у нас уже их стало меньше вообще, ну вот, почти не дойти, да. Да, то есть это я прям ценю, люблю. Я знаю, что вы также делаете и чачу, и вино, вот, видела. Расскажи подробнее, да, где вы делаете, и я так понимаю, вы их не здесь. Не бросили ли, да, мы это делали? Не бросили ли, да, и не так это происходит, и когда вы, в какое вот время это делаете? Как вы все успеваете? Да, мы, конечно же, не бросили это дело, потому что нас там ждет сад, который приносит 10 тонн мандарин, варенье, которое нужно закрывать, и ты от них никуда не уйдешь. Так как у нас там есть подвал, то есть все уже сделано, не нужно ничего делать, мы просто едем туда, собираем мандарины, чистим, закрываем, то же самое с вареньем, то есть мы работаем именно там, там все и храним, потому что там большой подвал, и мы уже привыкли, что как бы ты сорвал, почистил, сразу же закрыл, то есть не надо никуда возить. То же самое с вином, мы там рано утром встаем, он его собирает, так же ставит, и все у нас хранится там. То есть мы привозим сюда, вот, например, кому-то нужно, или нам нужно, или нашим знакомым, или то самое гостям, то есть мы привозим сюда, но все делаем там, так как у нас там все уже сделано, все удобства уже там. Классно, когда можно купить натуральное. Это вот такое ценное сейчас в наше время. Купаем это, потому что у нас все действительно растет, и все, ты можешь любое время года компот себе сделать, выпить, съесть, то есть голодным не останешься, потому что есть большой огород. Все, это про вообще ценность. Это большая ценность. Круто. Смотри, вы же круглый год принимаете гостей? Да. Мы тут так сделали, чтобы у нас было на круглый год. То есть в принципе у вас тут и зимой, и то есть тепло, да, и то есть комфортно. Можно на Новый год, например, да? Можно же? Вообще самое то, потому что пик мандарина, пик того, что у нас не бывает практически снега, то есть людей получается много, плюс мандарины, плюс вино, и плюс тепло, то есть все вместе, поэтому зимой, да, мы прям рады. Кто хочет отдохнуть, снега, да, немножко побудет. И вот с красивым видом, прям вот можно к вам, да, на комико. Да, это прям самое то. А скажи, вот вода у вас как с водой? Какая у вас вода здесь? Да, часто задаваемые вопросы, да, так получается, вода и свет, у нас вода получается собственная скважина, то есть мы спокойно пьем всей семьей воду из прана, из крана мы вообще не покупаем. То же самое я всегда говорю отдыхающим, что у нас вода питьевая, то есть спокойно можете пить и ничего не бояться. Она у нас всегда есть. Свет у нас практически летом не отключает, бывает, конечно, редкости, когда там что-то упало, они выключают. Если выключают на длительное время, то у нас есть генератор. О, это круто! Да, это самое важное. Сразу включается свет, вай-фай, и у всех уже все хорошо. То есть с этим проблем нет. Да, да, да. Предусмотрели. Молодцы. Да, генератор это очень прям круто. Ну и в холодильниках, да, то, что лежит, все. И на связи ты всегда, и свет у тебя, и вода горячая. Да, конечно. Круто. Дуся, а ты ведешь в социальной сети, где-то можно найти вообще информацию, где-то фото, видео выкладываешь? Да, я веду страницу ВКонтакте, то есть в новом нашем гостевом доме, он так и называется, гостевой дом ВИТО. Реклама выходит после Нового года, то есть брони начинаются, а потом все, что происходит, то есть новые публикации, достатку, все, что касается нового, сразу же опубликуется на этой странице. Также есть гостевой дом Антарк, то есть он находится, получается, под фамилией моего мужа, и все, что там происходит, также все выкладываем. То есть мы как-то пытаемся все-таки идти в мир этой цивилизации. Да-да-да, то есть ввести социальные сети, а заказать как можно бронь, забронировать, как это осуществляется? Также вот после Нового года у нас выходят рекламы, что мы открываем бронь, там, 25-го года, и уже люди пишут даты, кто уже точно взял, кто-то вообще там уже за год, аж сразу летом еще бронирует. Им сразу же приходят сообщения, и они, конечно же, пишут, оставляют бронь, у нас идет бронь, предоплата за три дня, они переводят, и мы закрепляем комнату за ними. Все. Вот так и происходит бронирование. Так же заезд стандартный, выезд стандартный, да, как и везде, в принципе. Это получается в 2 часа заезд, в 12 выезд, ну, все как и везде. Люся, какой бы ты дала совет всем тем, кто приезжает в ваш гостевой день? Покупать билеты, собирать вещи, брать чемоданы сразу же к нам, потому что тут все есть, природа, море, просто загуглить, куда ты едешь, то есть петухи, коровы на улице, это норма, живая жизнь, природа, то есть нет вообще советов, потому что тут все есть. Ну, у нас так точно. Все для комфорта, в общем, да? То есть главное взять чемодан и себя, и отправить в это прекрасное место. И знать, что ты едешь туда, где природа, и все естественно, что есть на улице. Да-да-да, то есть такой естественный отдых природы. Живой. Живой отдых, да, точно. А чем вы занимаетесь вот зимой? Меньше уже посетителей, отдыхающих, да, чем же вы занимаетесь? Чем вы себя? На самом деле, я думаю, зимой у нас больше работы, чем летом, потому что летом основная работа это только отдыхающие, а как приходит октябрь, мы начинаем, у нас сезон мандарин, то есть нам нужно все собрать, продать, закрыть, закрутить, то же самое с вином, и так же мы занимаемся доставкой, так как у нас уже есть гостевой дом, который на горе, и у нас уже там есть очень много людей, которые прям практически начали нас впервые заставлять, чтобы мы им отправляли посылки, ну, конечно, за деньги, просто то, что прям настаивали, научили нас, как это делать, и мы теперь занимаемся доставкой, то есть вы пишете заказ там, вино, варенье, мы все это едем в Адли, пересекаем границу, отправляем, и буквально через 5 дней мандарины и вино у тебя уже в Москве на столе. Круто, все с огорода в общем. Да, то есть работы у нас зимой, если честно, очень много. Ну да, но это и хорошо, всегда есть чем себя занять, это здорово. Развиваться. Да, да, да. Еще вот, что хотела спросить, вот какой самый, самый вот такой запоминающийся отзыв был у вас, вот у ваших детских в Лондоне? Есть такой? Ну, у нас получается... Что именно тебе запомнилось? Ну, мы получается всего сдали 2 месяца, так как у нас госевой дом был совершенно новый, мы переехали, за короткое время мы его сдали, у нас было много гостей, но мы, получается, были все время заняты, потому что, так как у нас маленький ребенок, мы были просто как бы нашей семьей, конечно, мы всегда, если что-то нужно, мы всегда так же все показывали, рассказывали, но ничего сверхъестественного мы не делали. Не уделяли прям столько внимания, да? И когда уехал человек, то есть он мне пишет большой текст, девушка, получается, приезжала в семью и с мужем, двумя детьми, то есть она прям с огромной благодарностью, что у нас там заметила, что я подбирала посуды прям в том, чтобы все совпадало, она заметила про качество белье, то есть прям все написала, заметила, что мы такая дружная семья, что вот мы именно такие семейные люди, что мы прям все ей, делали все для нее, хотя это было для нас как бы нормой, то есть мы вот такие. Да, да, да. написала такой отзыв, так еще она отправила мне, получается, бонус этот, написала, типа, за то, что мы вот так вот приняли ее, и все ей прям очень понравилось. То есть заметила то, что для нас нормой, вот это меня удивило. Обычно как бы благодарность, благодарность, а тут она написала прям то, что вот прям подбирала, то, что я вкладывала, она вот это все увидела, вот это меня удивило. Ну, здорово. На самом деле, вот когда мы были у вас, да, и в этот раз мы приехали, мы тоже это все заметили, вот это добродушие, вот это вот забота, вот тепло. Видно, что ты стараешься, вы стараетесь. Прям для гостей, для себя, то есть все так душевно и по-своему. Да. Это действительно так вот. Большая благодарность для тебя, твоей семье, прям, за от сердца. Вот, поэтому пусть люди не сомневаются и приезжают сюда, здесь вас всегда ждут, вас всегда встретят с теплом, добродушием. Вот это просто прекрасно. Да, это гостевой дом Вита, да, и также гостевой дом на горе Антар, в общем, это все. Прекрасное место, прекрасные люди, вот, которые вас ждут, встретят, любят. ну и также доставки, все, что с огорода, это все можно тоже организовать, поэтому это здорово. Мы всегда возвращаемся к ребятам, приезжаем, поэтому спасибо. Да, я думаю, что ребята вас ждут здесь, здесь прекрасно. Да, мы очень рады гостям, так как мы хотим развиваться, мы вообще хотим, чтобы прям человек пришел и он увидел все, что все сделано для него. С душой. Да, конечно, чтобы старались всегда делать лучше и лучше. Да, здорово. В общем, приезжайте, не пожалеете. Ждем вас в гости. Друзья, здесь вас, конечно же, ждут, и чтобы узнать цены, смотрите описание, и если вы хотите получить приятный бонус, скажите им кодовое слово Виктор и Илона, и обязательно получите этот прекрасный бонус. Ну что, благодарю вас за просмотр, подписываемся, ставим лайки, всем желаю хорошего дня или хорошего вечера, любим вас и обнимаем. Ваш Виктор и Илона.